Друзья, всем привет! Уже не за горами открытие сезона рыболовного. Для кого-то оно уже состоялось. У нас открытие будет состоиться 8 апреля. Мы приедем на реку Ахтуба. И с этой реки мы, в принципе, начнем наш рыболовный сезон 2023 по открытой воде. До этого момента, у меня есть еще неделя, я постараюсь сейчас сделать несколько видео, скажем, видеообзоров. Это будет таким, ну, назовем это распаковкой. Я не часто делаю такие видеообзоры, но здесь очень интересные вещи. То есть я вам покажу, значит, сумки ПВХ, покажу продукцию, значит, которая стоит у меня сейчас за спиной. Вот сейчас речь пойдет о ней. Ребята мне еще прислали, значит, приманок, небольшую коробочку. И покажу продукцию от компании Наутилус. То есть я сделаю, наверное, 3 или 4 видео, скажем, таких небольших обзоров по каким-то новинкам, скажем так. Те вещи, которые я нашел на рыболовной выставке 2023 года, на рыболовной выставке в Москве, на весенней рыболовной выставке. Итак, сегодня речь пойдет у нас о продукции сибирского медведя. Сибир. Вот. За спиной у меня стоят подсачники их. Очень классные вещи. Я приобрел себе три вида. Давайте начнем сейчас с них. А потом перейдем еще вот к приманочкам. Мне прислали такую небольшую коробочку. И мы тоже вместе с вами сейчас их посмотрим. Есть пару палочек, но я о них тоже расскажу. И расскажу, что мне понравилось, что нет. Давайте сейчас все по порядку. Итак. Небольшой такой подсак. Так называемая ракетка. Ракетка сделана, значит, вот с таким магнитом. Магнит очень мощный. И чем хорошо, что, допустим, если у нас это висит, грубо все, на... Ну, скажем, вот бывает ситуация такая, что мы через тело его вешаем, и у нас находится он вот здесь, да? Болтается. Вот мы, грубо, ходим по водоему, перемещаемся по каким-то перекатам. Мы его отцепляем. Он отцепился. То есть мне сейчас просто неудобно сидя. Я постараюсь, грубо, какую-то вставку сделать. И мы так же раз обратно. Видите, магнит находит своего, свою вторую половинку и прицепляется. Отцепили. И прицепили. Все. И он у нас, руки у нас свободны. Это очень удобно. Мало кто делает ракетки на таких, реально, магнит очень мощный, на таких хороших магнитах. А тема довольно-таки очень интересная. Есть просто ракетки, а есть вот ракетки с магнитами. Я себе взял именно для, грубо, какой-то вот перекатной ловли, для ловли головля, окуня, может быть, форели. Посмотрим. Для тех людей, кто именно занимается бросковой тематикой при ловле, скажем, головля или какой-либо другой рыбы, особенно на перекатах. Кстати, подсачники, они плавающие. То есть вот здесь у них, вот в этом, значит, как назовем это, такой обшивочке, здесь заложен, ну, какой-то плавающий, скажем, тросик, назовем это. И он не дает подсаку плавать. Тонуть, точнее, плавать, он как раз он дает. Вот такой подсак. Сетка подсака, сетка подсака, кстати, пропитана силиконом. Это, в принципе, тоже очень удобно. Лишний раз не будет застревать в капрон наш ключок-тройник. Следующий подсак, следующий подсак, это пеликан. Подсаки почти все сделаны вот с таким, значит, разбором. Они, сжимая, выдвигаются. В принципе, я уже показывал его на выставке. Покажу вам здесь еще. Значит, вот ручка есть дополнительная. Очень удобно, что, ну, многие, допустим, дилетанты, когда поднимают большую рыбу, они начинают поднимать, берутся вот здесь, вот за эту часть и начинают поднимать. Ломается вот в этом месте. Вот. Чтобы вот этой нагрузки сюда не происходило, стали производители делать вот такие силиконовые ручки. Резиновые, я не знаю, какие-то они. Вот. Очень удобно. То есть, мы уже не сломаем свой подсак вот именно вот в этом месте, куда идет вся нагрузка. Хотя, эти подсаки сделаны довольно-таки, что мне понравилось, очень качественно, прочно. Я их, опять же, вот в апреле буду брать на воду и на воде с ними, как говорится, познакомимся поближе, насколько они будут удобны и неудобны. Пеликан, чем мне нравится, он не тяжелый, он легкий. У него длина ручки получается метр семьдесят пять. Метр семьдесят пять полностью, а метр двенадцать, я так понимаю, что это ручка. Особенность пеликана – это вот такой, скажем, такая концевая часть подсака. То есть, подолкоток. То есть, мы кладем сюда руку и у нас вот такой упор. Очень мне понравилось, очень удобно. Единственное-единственное, вот такой бы пеликан бы, я бы попросил их сделать, ну, в принципе, уже попросил, на тридцать сантиметров подлиннее. Где-то вот настолько. На тридцать, на сорок. Вот на сорок сантиметров был бы оптимал. Вот тогда бы он, он останется такой же легкий. Пусть он в перевозке, может быть, немножко будет побольше. Не надо его делать каким-то дополнительным, просто ручку нужно удлинить. И все. Тогда он не потеряет свою жесткость, свою прочность, ну, а в то же время останется легким. Сама сетка очень большая. Сюда, в принципе, может поместиться и неплохой сом. Трофейные все сюда щуки запросто войдут. Судаки, соответственно, тоже. Кто видел мой подсак видео, такой старенький, потрепанный, вот это, наверное, ему будет замена. Единственное, тот у меня с длинной ручкой. Но, опять же, я его сам домодернизировал, поэтому он такой какой-то у меня неказистый, стрёмный. Вот. Я удлинял ручку, удлинил как смог, скажем так. Ну, и сам он по себе уже устарел, ему лет 15. Уже капрон стал подводить, он стал рваться. Вот. Там надо менять реально уже, ну, саму вот эту вот сетку. Возможно, я это и сделаю когда-нибудь, но на заказ плести вот эту вот мотнюю сетку, это, я думаю, что не дешевое удовольствие. Если только кто-то сделает ее, как говорится, сам. Тогда это получится, может быть, не так дорого. Вот. А если покупать это где-то, я думаю, что это не дешево. Ну, и опять же, допустим, я думаю, что вряд ли можно где-то купить. Потому что, ну, во-первых, кольца сами у всех разные, у подсаков. У данного производителя я вообще его найти не могу. Я бы, допустим, такой же новый проще взял бы и все. А тот, как говорится, на запчасти, может быть, оставил. А так мне проще новый такой было взять. Ну, нигде уже найти его не могу. Подсак реально офигенный. Он очень мощный, он очень прочный. Я на него, у него самов поместил очень-очень больших, там, на 32, на 32, на 35 килограмм туда самым у меня калачиком помещались. Понятно, не для того, чтобы их поднимать. Это, ну, как бы для того, чтобы просто его там погрузить, а дальше уже из подсака вынимать. Бывает такая ситуация. Иногда можно за нижнюю челюсть взять. Иногда не получается взять за нижнюю челюсть, там, по определенным причинам. Поэтому просто помещаем рыбу в подсак. Она уже у лодки у нас находится. А дальше мы с ней уже напарник, или как-то мы разбираемся, это все дело, как говорится, уже дальше действуем уже по обстановке. Еще одна модель, друзья мои, еще одна модель. Это какобура, что ли, или кукобура. Ну, что-то как-то так называется. Размер L-ка тоже немаленький. То есть, ну, по сути, наверное, у них мотня, наверное, одинаковая. Как у пеликанов. Пеликан. Пеликан L-А, кстати, 70 на 60. Это вот эта 70 на 60, как раз мотня. А, ну, здесь тоже самое. А здесь, это кукобур, это L-70 на 60. То же самое. У этого подсака, так же, как и у того, есть раскладная ручка. Кнопки очень хорошие, ее очень мне нравятся. Вообще, система очень банально простая. Я сталкивался с ней у подсаков от компании Спорта. Просто подсачники от Спортекс, они невероятно тяжелые. И ручка у них короткая. Вот это очень мне не понравилось. Здесь все продумано. То есть, походу, вот, сибирский медведь все продумал. Итак, вот мы удлинили ручку. Вполне, в принципе, сносно ловить уже, да, вполне сносно ловить и таким подсаком. Но если нам, значит, этого кажется мало, если нам кажется этого мало, мы еще можем выдвинуть. И подсак просто превращается, по сути, в мой тот подсак, по которому я только что говорил. Вот это вот, по сути, мой размерчик. Можно, конечно, сделать чуть-чуть покороче. Я бы, наверное, вот как-то вот так. Ну, повторюсь, по сути, 40 сантиметров, прибавив к пеликану, и это будет огонь. Это приблизительно, наверное, где-то вот так. То есть, ну, 40-50 сантиметров, наверное, да. Вот, и будет огонь. Просто огнище. Вот. И можно дальше, дальше не делать вот эту телескопическую. Ну, дальше уже не удлинять. То есть, по сути, можно было и какобуру-то сделать, ну, чтобы он не был таким тяжелым, одна ручка просто вот такой длины. Вот. Вот это уже, конечно, длина, но это пипец вообще. Это, не знаю, очень-очень длинный размер получается. У него получается 2,40. То есть, он может быть или метровый, как я понял. Вот здесь написано метр, 2,40. Вот это, наверное, метр. Ну, да, вот, судя по всему, да, вот метр. Вот. Или максимальным 2,40. Ну, это просто трэш вообще. То есть, 2,40, это, конечно, прям перебор. Он будет потяжелее. Ну, потому что сама ручка более толстая. Внутрь входит еще одна ручка. Сами понимаете, да? Это, как бы, все-таки масса. Ну, и та же самая вот эта вот резиновая силиконовая ручка для помощи при поднятии. Вот. Кстати, очень грамотная вещь. Здесь все то же самое. То есть, все черпаки, все подсаки, они плавающие. Можно просто положить с борта лодки, как я обычно делаю, да, Сам черпак у нас, значит, плавает на воде. Ручка лежит на, ну, по сути, на борту лодки. Очень удобно, кстати, ПВХ-шником это будет. Тут железные корпуса, пластик корпуса. Ручка соскальзывает. А здесь, здесь бы хорошо бы ее чем-нибудь обработать таким. Ну, то есть, делать какие-то, ну, чем-то или резины, или, допустим, утеплителем тем же самым. Может, обернуть, чтобы ручка не скользила по борту, скажем так. Или, допустим, я одно время делал, знаете, конечно, все-таки устарщина, но все равно, то есть, сделал такие, как бы, бортики типа того, ну, грубо изолентой, внутрь, грубо я клал какой-то, ну, скажем, не тросик, короче, нужно сделать определенные такие два утолщения, то есть, да, и чтобы эти утолщения, как раз, то есть, когда мы кладем ручку на борт лодки, у нас получаются какие-то стопора, так назовем. То есть, ручка дальше туда не едет в воду. То есть, вот эти стопора, то есть, сделать самим это все можно, ну, как говорю, там, я изолентой делал, потом очень удобно. А, у меня еще офигенная вещь, я, чтобы у меня подсак вообще не тонул, примотал тоже, значит, к своему старому подсаку. Это поплывок такой, от кукана, от какого-то там дешевого. Вот, и он этим, вот этим, ну, скажем, поплывком, который прикручен на ручки где-то в определенном месте, я, ну, пометил себе, где нужно, и он цепляется за борт и дальше не едет. Все, туда дальше не спускается. Просто лежит и все, черпак плавает, все. Свой тут старый подсак, который сделал плавочим, я вовнутрь трубки туда просто нагнал пеной и все. Кстати, по поводу денег. Стоят они, по-моему, в зависимости от размера, по-моему, от трех тысяч или, может, там, от двухспойных, не помню. Ну, короче, от трех тысяч до, по-моему, до семи тысяч рублей, в зависимости от размера и от функционала подсака. Вот. Средний, такой, средний вот пеликан, по-моему, стоит что-то, по-моему, если не памятник, у меня это в районе, там, трех-четырех тысяч рублей. Вот. Все ссылки оставлю под видео. Кому интересно, заходите, переходите в описании под видео. Вот. Ну, и сами посмотрите, уже определитесь, нужно вам это или не нужно это вам. Подсаки, повторюсь, это огнище. Прямо вот это фенька, которая, да, вот, вот, просто, радость переполняет меня, потому что, реально, вещи очень качественные. Помимо пацаков, мне, ребята, прислали приманок. Мне на выставке, у них приглянулось несколько приманок, и они, вот, сделали мне такой подарок. По сути, я их даже не просил, но мне, говорит, Илья, говорит, возьми на тест. Вот. Я говорю, ну, если хорошая вещь, чего нет. Если будет ловить, покажу. Не будет ловить, не покажу. Ну, ребята, вроде бы, как бы, адекватные, поэтому ничего мне против не сказали. Никто меня не будет заставлять на них рыбу вешать. Никто меня не будет что-то от меня сильно требовать, скажем так. Поэтому, а я, в принципе, со всеми-то и работаю. Вот. Мне присылают, если вещь хорошая, я о ней говорю. Вот, пацан, если реально огонь, то я об этом могу петь, у костра говорить, реально хвалить, и мне за это стыдно не будет. То есть, просто бомба. Итак, давайте посмотрим в облерочке. Вот такая, друзья, моя упаковочка сибирского медведя. Вот, в облероках, который мне понравился. Я думаю, что эта моделька будет судака и щуку косить. С заглублением до, я думаю, что метров до 4-3. Сейчас я достану поближе, покажу. Сейчас сначала вот разберем. Идет вот такой еще слюде. Дополнительный. Не знаю, зачем денег люди тратят. Вот этот цвет тоже очень интересный. То есть, он натуралкой с такими черными точками, пятнами. Вот это тоже будет судака ловить. Прямо вот. Очень хочется мне проверить. Это все та же самая модель. Сейчас я достану поближе. Так. Вот такой крэнк. Ну, это больше, наверное, щучий вариант. Вот. Но. Может быть и Сомик, Судачок. Вот, зелененький. Матайгер, как бы классика. Цвета, конечно, огонь. Думал, будут ловить. Будем пробовать. Так. Точно такой же, как понимаешь. Ну, малыш. Может, и не такой же. Ну, тоже и под кастинг, и под троллинг. Я думаю, что будет ловить. Так, он плавающий. Да, он плавающий. Плавающий. Тоже такой же, только натуралочка. Тоже цвет очень-очень отличный. Такие битые стекла, темная спинка. Светлый сам. Такой берез серебристый. Тоже Судак любит. Вот, Судачья тема. Вот тоже тема интересная. Рыжие пузо. Сам он такой синенький. Да, вот видите, с переливами. Темная спинка. Тоже огонь. Рыжие пузо иногда прям тоже выручает. Прям вот реально. То просто белое, то рыжие. Вот. То так, то так бывает работает. Рыжие пузо. Это тоже вот на вооружение берите. Цвет тоже очень интересный. Переливы. Цвета хорошие. Это что-то опять же там или ночной Судак. Какая-то перекатная тема. Возможно, береговая линия. Или жерех. Ну, щука, кстати. Да, щука. Почему нет щука? Про щуку-то я забываю. А щука, да. Так, это у нас моделька. Называется вот так. А, это подождите. Это и стой Опер, который будет до этого. Это вот типа на Риджа похоже. Тут тоже будет ладить. Так. Вот такой попался мне под руку. Крэнк. Это что-то головлё. Головлиная тема. Щучья. Ну, или крупный окуль, возможно. Тоже иногда мне нравится погонять по малым рекам. Головля, жереха, щука, окуня. Так. Это точно такой же. Цвет стать очень хороший. Так. Это опять же вот этот вот Тасту Байт какой-то. Типа ружья. Это то, что мы до этого смотрели. Тричевые темы. Вот. Интересный вариант. Это мне напоминает что-то от Раппалы маленького танцора их. Или что-то, возможно, даже по лопате напоминает Сальма Хорнет. Что-то, наверное, Сальма Хорнетовская. Моделька. До двух с половиной метров. Вот такой цвет. Ну, ребята, собрали хорошие цвета. Мне нравится. Так. Это опять вот этот вот ключевый заголовник. Это опять этот. Так. Вот такой цвет. Это у нас какой-то крэнк. Фед крэнк. Интересная щука. Лопата, кстати, очень узкая. Интересно, как будет работать. Поверхностная приманка. Так. Цвет тоже хороший. Может, жерех, кстати, позарится. Так. Ну, крэнки, фед крэнки. Я не очень такие на трейлинговую люблю, потому что это больше щучья тема. Цвет хороший. Прям огонь. Прям верю в него. Прям вот моя тема. Так. Щука вот такого цвета. Тоже интересный цвет. Какая-то северная щука. Так. Вот. Смотрите, значит, смотрите. Один с желтым пузом, другой с рыжим пузом. Так, оба синих вроде бы. Вот это вот тоже. Ну, и щучья тема. Так, блин. Думаю, вообще косить будет, если нормально сделано, если будет работать. Кстати, фурнитуру смотрю. Вроде бы фурнитура хорошая. Сейчас посмотрим поближе. Или, допустим, судак. Ночной. Крупный причем. Или щука. Так, модель. С углублением. Вот какой. Это вот что-то тоже по белому хищнику. Хотя, наверное, щука тоже гламурная. Ему не пройдет. Блин, ребятушки, спасибо. Приятно. Люблю. Я вот эти коробки тоже распакован. Вот, блин. Сядешь, порой смотришь. Вот тоже, блин, наша тема, блин. Ой, хорош. Ой, косить, наверное, будет. Главное, чтобы не вылетали. Так, ладно, друзья, я что-то в каждом углу доставать не буду. Это я уже повторяю. Уже все забрали. Так, сейчас я покажу фурнитуру поближе и все остальное. Ну, и так, друзья, давайте начнем, наверное, вот то, что, я говорю, то, что мне больше всего понравилось и то, что я думаю, что патролинг будет идеально подходить. Ну, это не только патролинг. Вот, кстати, система дальнего заброса вроде бы... Ну, да, какая-то простая, наверное, не магнитная, да, простая система присутствует. Да, система дальнего заброса есть. Вот. Но не магнитная, простая. Вот данный воблер, не знаю, вообще будет отсвечивать, не будет. Постараюсь как-то показывать так. Очень, 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 очень ставку делаю. Если он не будет вылетать, если, как говорится, не будет хромать, то данная приманка должна ловить. Запомните, темная спинка, серебристые бока, пузо может быть белое, может быть розовое, может быть желтое, но вот мне больше нравится, когда белое или пузо розовое. Вот желтое тоже работает. У меня и Мэнс, мой самокраш... этот, который самый красил, самый крашущий, тоже был желтым пузом, тоже ловил. Ну, в принципе, вот, да, вот, запомните, темная спинка, серебристые бока или белые бока. Точки могут быть или не могут быть. Пузо может быть белое, рыжее или желтое. Вот эти цвета будут очень часто косить судака. Очень часто. Fat Tiger, Mad Tiger, темная спина, рыжее, зеленые бока с пузом. Пузо, как правило, рыжее. Бока зелено-желтые такие. Это вот классический такой по хищнику цвет. Цвет такой вот прям вот какой-то натуральный, типа шпротины, что-то с добавлением серебра. И вот эти вот точки, точки вот эти, они будут делать свое дело. Вообще, судаку очень нравятся всякие вот пятнистые засранцы, скажем так, пятнистые приманки. Ему очень нравятся. Этот тоже будет косить. Не знаю, как-то передаст все цвета или не передаст, но в реале он прям реально огонь. 70-сантиметровая моделька. Тоже в диповом исполнении. Это очень похоже на риджа. Может быть, это, конечно, и не ридж, но очень похоже на риджа. Вот. С заглублением до метра, но я думаю, что, опять же, полтора метра можно его заглублять где-то. А работать можно и вообще там от 0,5. Цвет. Цвет. Если мы будем его, опять же, забрасывать, все в зависимости, или мы ловим бросковой тематикой, или мы тролинговой ловим. И там, и там они пойдут. Главное, чтобы они не вылетали. Если все грамотно у приманки сделано, то это уже успех. Так, не знаю, как вам показать. Ну, так, наверное, попробую. Он переливается, такие битое стекла. Камеру надо не менять. Опять попадос на 70 тысяч, если не больше. Цвет F10. Ну, друзья мои, это классика, опять же, жанра. Это цвет хищника. Ну, вот это еще, вот это вот давайте еще зверя посмотрим. Мне цвет очень нравится. Кстати, цвет огонь. Я думаю, что и по белому хищнику, по судаку это будет работать. Модель. Ну, крэнк. Кстати, некоторые крэнки я в свое время ловил на штормовские крэнки. Те вообще были круглые. И ловили крэнки очень хорошо судака. Не помню, как называется. Оригинальная модель. Это вот я уже сталкивался, не помню, как у какого-то тоже производителя. Вот с дырочкой такой. Это как бы идет какая-то гидра, да, такая акустика, скажем так. Когда воблер идет и работает, сюда, значит, через это отверстие проходит вода, струя. И воблер дополнительно еще шумит. Ну, вот то, что у меня до этого было, честно сказать, я так и не разловил. Не помню, производители, честно, врать не буду. Приманка, может, лет 15, наверное. Ну, вот у сибирского медведя моделька немного, может быть, по форме. Может быть, не помню. Даже тут найду я или вообще нет. По-моему, та была побольше и как-то по кубакисте. Это вот как-то как-то поинтересней. Кстати, возможно, друзья мои, и хорошего жереха можно будет цепануть на данную приманочку. Приманка, блин, очень мне нравится. Будем пробовать. Цвет отличный. Прям нравится. Мне когда сделано все качественно. Очень нравится. Вот это отверстие. Фурнитура добротная. Фурнитура хорошая. Ой, зверюга. Прям смотришь. Я хоть бы сам откалывал. Прям как живой. Хороший цвет. Заглубление до трех метров. Заглубление до трех метров. Ну, я думаю, что можно, наверное, данный воблер можно даже и до шести загнать. Так, вот эти убийцы. Это мне тоже очень понравилось. Кстати, приманка весит длиной на 125 миллиметров весит 23 грамма. Не маленький такой зверек. Щучья тема. Больше, конечно. Судак, возможно, хороший должен. Ночью, может быть, взять, надо пробовать. А так, это, конечно, больше щучья тема. Если брать нашу рыбу на нашей классе такой. Так. Ой, друзья мои. Лететь он будет просто пушечно. Кстати, система дальнего заброса, опять же, не магнитная, но реально очень хорошо сделана. Фурнитура хорошая, нормальная. Колечки жесткие. Ну, посмотрим, как дальний зверь будет работать. Сделано вроде неплохо. На чем я сейчас остановлюсь. Это вот эти звери. Ну, где еще попадется? Ну, давайте, ладно. Одного такого, одного такого. Вот, два зверька. Значит, троллигом тоже можно протаскивать или того и того. Этот вообще будет поверху идти, совсем поверху. Мелководный такой. Этот уже будет идти, я думаю, что метров, наверное, до двух, а то, может, даже до трех. Давайте его и посмотрим. По бумаге написано, что по паспорту написано два с половиной метра, до двух с половиной метров. Ну, я думаю, что, наверное, даже до четырех в определенных условиях можно будет его загнать на определенной плетенке. скажем, на течении. Или на плетенке не сильно толстой. Я думаю, 0,18-0,16 должен пойти. А если потоньше использовать, то вообще будет огонь. Так. Очень, повторюсь, похож на Сальма Хорнет по своей конструкции, по своему телу. Приманка интересная. Хорнет вообще ловил и всегда ловит. Сейчас его трудно найти, сальмовские приманки, но сальмовские вот эти хорнетики, они прямо вообще славятся. Очень славятся. Приманка интересная. Вот такой нарядный. Ты, наверное, мне головля-то принесешь. Лизя крупного. Нравится мне, нравится, когда вот приманки не сильно дорогие, но сделаны качественно. Вот реально приятные приманки. Поверхностная приманка. Так, приманки в сторону. Друзья, ну и напоследок, короче, мне сибирский медведь прислал две палочки. Одна палочка до 120 грамм. Я сначала думал, что она, возможно, подойдет под троллинговое направление. Сам ее на выставке не видел. Но ребята, короче, узнали мое увлечение, чем, грубо, я занимаюсь про троллингов один спиннинг. Говорят, Илюх, посмотри, может подойдет. Вот. Скажу честно, предварительно я ее посмотрел, предварительно она мне не подойдет. Вот. Почему? Сейчас быстро пытаюсь показать. Второй вариант. Мне прислали вторую палочку, эту джиговую. Вот. Причем в размере в таком маленьком. Вот. Вот эта палочка реально интересная. То есть, размер, ну, по сути, 228 с тестом 10-48 грамм. Палочка жесткая. Такая прям реально она называется даже Зандер. Зандер 228. Вот. Это вот прям реально такой джиг. Даже, возможно, и подойдет под какой-нибудь даже твич. Скажем, под 70-е какие-то под 110-е приманочки. Я думаю, что подойдет. Палочка. Вот эта палочка интересная. Так. Палочка обзывается вот так. Размером 2,10 с тестом до 120 грамм. Сейчас я вам просто покажу строй. Вот. я бы сказал, что эта палочка подойдет, ну, мне, допустим, в голову пришло только одно. Это какая-то бортовая донка. Ну, мне так. Я не хочу никого обидеть. Повторюсь, я говорю, я стараюсь это честно все рассказывать. Палка, в принципе, легкая. Неплохо сделана, но в бюджетном, совсем бюджетном исполнении. Эва, кстати, неплохая. ручка из Эва. Ну, что-то в ней такое, прям вот бюджетное, прям, прям вот хочется сказать, что палочка бюджетная, реально бюджетная. Вот. Но имеют даже хуккипер. В принципе, колечки такие низкопосаженные, хотя палка не кастинговая, без курка. Вот. Палочка интересная. Вот. Но все равно, повторюсь, что-то в ней бюджетного. Давай сейчас я стену быстро поковыряю и попытаюсь вам наглядно показать, объяснить, почему она, кстати, вот на этом примере попытаюсь объяснить, почему она не подходит под мои задачи. То есть палка, ну, реально очень мягкая, очень прям мягкая. Она, возможно, кому-то подойдет, кому-то понравится. Тест у нее большой, наверное, выдержит она неплохо, но это все-таки какой-то стаканный троллинг. Почуйте, ее почти нету. Ну, она есть, конечно, но вот палка, я говорю, она бюджетная какая-то, вот совсем. Вот. Вот. В принципе, что-то в ней какая-то, видите, лапшистая. Она играет вообще, вот, там, не знаю, от какого-то, от четвертого кольца, что ли, от пятого. То есть она вот, ну, вот, я говорю, даже не знаю, как это больше показать. Она вся гнется. Почти вся из Геннадзса. Да не почти, а вся. Вот такие спиннинги я не использую при троллинге в один спиннинг. Данные спиннинги не информативные от слова совсем. Я бы сказал так. Возможно, меня кто-то поправит, скажет, там, пытается, что-то мне объяснить, что Илья, нет, ты не прав, мы чувствуем, да, там, контролируем и все остальное. Друзья мои, возможно. Я не чувствую, я не контролирую, я не могу на такие палки ловить, и поэтому я ловлю на то, что я ловлю, и делюсь именно своим опытом, и пытаюсь этот опыт, ну, я считаю его правильным. Это мое мнение, мой канал, мое видение. Я не буду никогда впаривать то, чем я сам ловить никогда не буду. У меня большущая коллекция и троллинговых палок, и джиговых палок, и тричевых палок, и вообще неважно там вот всего. Я просто фанат рыбалки, я даже уже порой от нее уже устаю, реально. Может, возраст приходит, может быть, не знаю, хочется рыбачить, но порой хочется поспать. Так вот, не моя эта тема. Но кому-то она, возможно, и зайдет. Вот. Я бы эту палочку бы использовал, наверное, при бортовой ловле судака на малька. Как вариант? Вариант. До 140, по-моему, да, сколько она там, до 100, до 120 грамм, прошу прощения, по-моему, да, до 120 грамм. Можно какую-то, какую-то грузилу тяжелую бросить, с лодки нам не обязательно большое иметь. Палка, в принципе, такая, более-менее силовая. Ну, может быть, даже и силовая. Она легкая. В принципе, по кончику мы будем поклевку судака видеть. Можно кивочек дополнительно повесить. Хотя, нафиг не нужен судак, если это клопанет, то нормально будет. Ну, вполне нормально. Видно будет поклевку и без всякого кивочка дополнительного. Вот. Ну, и работа с ней, она не такая длинная. Вываживать там тоже все как бы будет удобно. Поэтому пару таких удилищ можно иметь как бортовые, какие-то, скажем, удочки. Сазана, ну, блин, я не знаю. Наверное, употеетесь хорошего Сазана доставать. Если, конечно, килошников карасей вот этих Сазанят доставать, то да, кайф получите нормально. Но если вылетит какой-нибудь на десяточку, ой, ребята, с этой палочкой тоже попаритесь. Вот. Поэтому палка, наверное, для каких-то своих целей подходит, но не для моего вида троллинга. Вот так. А вот эта палочка джиговая, называется Зандер 228 с тестом от 10 до 42 грамм. Вот эта палочка недорогая, но в то же время предварительно, визуально я бы ее как говорится взял бы попробовать. И вот этой палочкой чуйка у нее есть. Сейчас я тоже попытаюсь показать строй. Вот этой палочкой я бы, допустим, попробовал половил. Вот. не знаю, как она себя покажет именно на воде, там, что там, как она удобна ей будет, неудобна. Визуально пока удобно, тактильно. Палка не сильно тяжелая, нормальная. Повторюсь, опять же, бюджетный вариант. Это от компании Сибирский медведь. Называется Зандер 228. Размер, правда, ну, я джигов всегда ловлю от 240 до 270. Есть палочка у меня, по-моему, одна 3 с лишним метра, это для берегового джига, но я ее достаю крайне редко. Вот. 2,7 вполне вот так за глаза. Оптимальный вариант 2,40. Из лодки, из берега, в принципе, для тех людей. Если далеко бросать, конечно, чем длиннее палка, тем лучше, лучше трехметровую брать. Но 2,40 это вот так. 2,28, 2,30 вроде бы на 10 сантиметров на сколько там поменьше, если брать 2,40. Но уже забросить будет, заброс будет не такой, не такой дальний. Значит, катушка-держатель интересный. Опять же, вот это модный, значит, скелетрон вот этот, да, рубленый. Сделана уже побогаче, чем предыдущая палочка. Вот как-то, да, побогаче. Вот берешь ее и... Ну, все равно что-то вроде бы какой-то такой бюджетный и в ней прослеживается. Давайте посмотрим ее поближе и сейчас строй попытаюсь вам показать. Очень мне даже будет интересно удивиться. Вот видите, даже строй, вот той палки, которую я показывал и вот этой палки, вот он совсем другой. Вроде бы и кончик, да, вроде бы работает, но он работает по-другому. Видите? Если внимательно быть, если посмотреть предыдущую палку и эту, то совсем по-другому. И она уже, если я ее буду сильно нагружать, она будет гнуться. Но вот мне вот усилие... Вот она, видите, как работает? Работает, по сути, вот там, какое-то третье. Кольца опять же разные. Ну, короче, кончик работает. У палки работает кончик. Кто-то скажет, наверное, я такой палкой трейлинговать буду. Ну, вот, опять же, до 45 грамм. Наверное, вот если там какие-то совсем лайтовые приманки, на какие-то там вот идет поверхностные приманки с маленькой лопаткой, наверное, да, и вот такими палками можно трейлинговать. Я не спорю. Но если брать, я говорю, мою трейлинговую ловлю, мой трейлинг в один спиннинг, это Астраханская область, это, по сути, от бандосов. Короче, 120-е, 150-е приманки, если даже 60-е, там, 80-е приманки, то это упористые кренки, какие-то там определенные, то данная приманка, ну, данный спиннинг, конечно, под трейлинг не подойдет. Я этот спиннинг буду рассматривать под, под, ну, может быть, даже какой-то твич, или, возможно, под, ну, невозможно, а под джик попробую. То есть, джик и, возможно, твич, вот так правильно сказать. Вот. Палочка, имею чуечку, чувствую я в руку, даже вот, по-мягкому, особенно стучишь, и прямо вот хорошо чувствуется. Та палка не передает этого. Нет у нее чуки. Возможно, конусность, хотя конусность здесь не сильно, кстати, большая. То есть, бланк не сильно конусный, поэтому я думаю, что он просто сделан из довольно-таки добротных материалов. Да, чуйка у нее прямо, ну, я бы сказал, нормальная, хорошая чуйка. На воде будет это более понятно уже при ловле, а так, бля, вот реально, для тех, кто не хочет пока в вклады со снасти, офигенный вариант. Вот он, вот даже универсал. Можно и колебол пошвырять, запросто колебол пошвырять. Можно и джигом половить, можно и в обле ручки пошвырять. Предварительно неплохой универсал бюджетный. Пять тысяч, по-моему, стоит. Ну что, друзья мои, надеюсь, данное видео вам понравилось. Я постарался показать довольно-таки интересные вещи, снасти, интересные приманки. Ничего пока на них не могу сказать. На воде я пока не ловил. Визуально сделаны качественно. Посмотрим, как они себя на воде поведут. И дальше уже будем наблюдать за моими видосами, что я буду, буду ли их показывать, допустим, в своих видео. В обзорах после поездок у меня есть сеть видео, допустим, приманки, которые отработали, к примеру, весной, приманки, которые отработали летом. Такие обзоры я делаю. Посмотрим, может быть, эти приманки тоже займут свое какое-то место в этих обзорах. Ну и на воде, соответственно, наблюдайте. Сейчас в апреле будем их полоскать, тестировать. В принципе, судак весной как раз может выходить и на три метра, и меньше. Были случаи, даже когда находили его, я сам никогда не ловил, но люди находили его и на полутораметровой глубине, и на метровой глубине. Но это, конечно, уже не троллер. Это уже заброс, и потихоньку, потихоньку надо подходить. Желательно на электромоторе. Вот. Поэтому, как-то так. Пацаки офигенные, пацаки очень качественные. Опять же, пока на воде я их не проверял, визуально, тактильно сделано просто огонь. Вот реально домотаться не к чему. Палочки я вам тоже показал. Одну палочку, к сожалению, забраковал. Ну, как забраковал, под мои задачи не подходит. Возможно, под какие-то другие задачи подойдет. Джиговая бюджетная палка отличная. Просто, ну, предварительно, вот, там, начинающему человеку можно с этого начинать. Как-то так. Всем рыбацкой и жизненной удачи, друзья мои. Ловите больше, отпускайте чаще. Ну, и, ребятушки, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Желательно добрый. Желательно добрый.